Перед нами история, история многих государств. Меня задают вопрос, а может ли то или иное государство в изоляции, когда вокруг диктаторские режимы, может ли оно стать демократическое? Ну, очевидно же, мы смотрим историю. Вы знаем, что, например, Франция вокруг все были короли, монархи, диктаторы. Франция стала республикой, и Франция отрубила голову королевской семье. И стала республикой, вы помните, история борьбы. История борьбы говорит о том, что диктаторские режимы шаг за шагом падают. Современный мир таков, быстрый и динамичный, что впереди, впереди всей цивилизации, которую задают вообще программу развития планеты, именно демократические страны, Соединенные Штаты Америки, Европа, ряд других стран, Япония, Южная Корея и так далее, вы прекрасно понимаете, что все они были под монархами, диктатурой. Посмотрите, Южная Корея, они двух своих президентов посадили в тюрьмы диктаторов, дали им пожизненный срок. Далее, фактически, за короткий срок, пять президентов этой страны сели в тюрьму. Солини просто повесили вверх ногами, убили его в Италии. Я вам могу приводить десятки, десятки примеров, когда именно диктаторы погибали таким образом, их убивали, и я вам не могу привести ни один пример демократических стран, чтобы народ вешал своих демократических руководителей. Ни одного примера не могу привести. Видите, что происходит? Раз мы знаем, как мир развивается, раз мы понимаем, что диктаторские режимы падают, у нас не должно быть уныния. Уважаемые друзья, да, этот режим может еще какое-то время прожить, но все зависит от нас. У нас уникальная ситуация, когда существует не просто организация, она знает, что делать. И более того, мы не то что говорим, знаем, что делать. Мы говорим, какое будущее мы можем и должны построить. Притом не в 2050 году. Мы говорим, что через два месяца после свержения режима жизнь 20 миллионов человек кардинально изменится. И мы говорим, что буквально за несколько лет уровень жизни, заработной платы и дохода населения достигнут уровня балтийских стран, в частности, которые Эстония вместе с нами вышла из Советского Союза в 1991 году и сейчас по своим показателям обогнала благополучную Португалию, одну из хорошо развитых стран Европы. Представляете?